Приветствую вас. Во-первых, хочу сказать, что не совсем понятно, кто мы в этой ситуации. То есть у мамы вашей свои отношения с знакомой бабулей. У вас свои отношения с этой бабушкой. И как бы мешать одно с другим, ну не самая лучшая история, это первое. Второе. Чувство вины, которое вот условно говоря у вас имеет место быть, ни к чему хорошему еще никогда никого не приводило. К сожалению. Вот. То есть, как бы, если вы чувствуете вину, да, если вы ощущаете вину, то ничего хорошего, как бы, в том, что вы чувствуете вину. Чувство вины возникает из-за ощущения долга, вот, из-за такого, на мой взгляд, гипертрофированного чувства долга. Вот. И, соответственно, идея заключается в том, чтобы от этого чувства долга озвободиться. Вот. Потому что оно мешает, да, и мешает довольно сильно. Вот. И мешает вам, в первую очередь. Не совсем понятно. Не совсем понятно. Почему вы воспринимаете ее бабочку? Серьезно. То есть, почему вы считаете, что ее обиды несут какой-то такой, ну, совершенно реальный, эффект. Вот. На мой взгляд, это важно. Самым самым. если вы, ну, всерьез, восприняли действия бабушки, то, ну, очевидно, что вы как-то, вот, в себе не очень-то уверены, к сожалению. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. Так. Вот. Соответственно, с этим нужно разобраться, как и чем вас, условно говоря, задело. Реакция бабушки. Вот. А чем она вас задела? И, как так вышло, что вы, вот, не общались с человеком десять лет. То есть, ну, срок это довольно большой, на мой взгляд. Вот. То есть, ну, большой срок, если вы не общаетесь с человеком десять лет. Ну, вот, из-за неприятной, ну, из-за неприятной ситуации. Какой-либо. Вот. Но, так или иначе, это требует своего рассмотрения. Вот. По моему мнению. Потому что, ну, не впервые. Такая-то ситуация уже происходит. Вот. Ну, с вами. Бабушку не переделать. Бабушку не изменить. К сожалению. Или к счастью. Не знаю. И, соответственно, лучшим вариантом для вас было бы оставить ее. с ее мыслями, с ее, ну, каким-то восприятием своей позиции. Вот. А вам жить дальше. При этом нужно понимать, что сейчас вы находитесь в некоторой степени в треугольниках Карпмана. Потому что, простите, вы поставили себя в зависимости от этой бабушки. Вот. Что является неприемным. Неприемным. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. Вот. То есть, вы начали о незаботиться. Не совсем. Не совсем. Ну, не совсем. Понятно. Для чего, да? Почему? Почему? Вот. То есть, что такое вот эта вот знакомая бабуля, да? То есть, что это вообще значит? Что значит знакомая бабуля? Это важно. На мой взгляд. И, соответственно, нужно исследовать. Ну, нужно исследовать этот момент. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Понятно, что неприятно. Понятно, что сказаться неприятно. Это понятно. Но, тем не менее, момент здесь такой. Как, ну, как мне видится. Вот. И разбираться нужно, в первую очередь, именно с этим. Как мне видится. Вот. В принципе. То, что я могу вам сказать. Именно сейчас. Сейчас. В принципе. В принципе. На этом можно закончить. Мой ответ. Вот. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вы хотите поработать, ну, с психологом или, там, ваша мама, к примеру, хочет поработать с психологом. Вот. То вы можете обращаться к любому из специалистов. И мы вам поможем. Ну, а на этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Иде kannst шоу. Вот. Тр Parker.